Винтовки времен Второй мировой и гранатометы из зоны спецоперации. Музей истории 41-й армии познакомил ребят детского дома созвездия с событиями прошлого и настоящего. Подробнее об экспонатах и о том, что стоит за ними, расскажет мой коллега Иван Деревенченко. Когда-то за этим столом командующий советской армией принимал решение идти в бой. Сейчас это музейный экспонат. Его усмастерили в конце 19 века. Эти и другие предметы времен Великой Отечественной войны Иван Кувырзин собирал два года. Времен Великой Отечественной войны это ребята-поисковики принесли экспонаты. Ну что там, на аукционах покупали старые вещи, когда создавали экспозицию рабочего места командующего. Помогал музей дома офицеров, центральный архив вооруженных сил. Ну а здесь по современным делам, ну сослуживцы. Музей поделили на два периода. Второй мировой войны и новейшие истории. Из самых свежих экспонатов автомат немецкого производства и гранатомет «Джавелин». Эти трофеи попали сюда с линии фронта и зоны СВО. Когда, ну уже мы представляли, что 8 мая их 100 возьмем, было сформировано 5 штурмовых групп. И каждой группе, ну было вручено знамя победы. Ну знамя Советского Союза. Там было красное полотнище и серп и молот. Ну и не понимали, кто первый забежит. А вот эти ребята со 150-й дивизии самовольничали и ночью написали вот эту надпись, что они 150-я дивизия, и получилось так, что знамя выгрузили именно они. Маргарита – воспитанница детского дома. Внимательно изучает и сами экспонаты, и их историю. Интерес не праздный. Будущее связывается с службой в правоохранительных органах. По большей части я хочу стать следователем чисто из-за брата. Потому что он у меня такой хулиган. Вот. Ну, чтобы поставить его на место. Как бы я это могу, но все же. Такие мероприятия для ребят из детского дома «Созвездие» проводят не для галочки. В мальчиках это призвано воспитать патриотические чувства. А девочкам позволяет лучше понять историю страны, которую их мальчишки-ровесники будут защищать. Иван Деревянченко, Данил Клопаков. Новости ОТС.